Петропавловский региональный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля провел круглый стол с представителями энергопроизводящих и энергопередающих организаций. Основной темой обсуждения стали внесения изменений в правила получения ими паспортов готовности к работе в осенне-зимний период, которые введены приказом министра энергетики Республики от 30 декабря 2020. Согласно этим поправкам, получение данного документа теперь будет осуществляться в период с 15 августа по 30 сентября включительно. Раньше это можно было сделать до 25 ноября. Кроме того, с 1 августа текущего года в областном центре создадут комиссии, услугополучатели, в составе которых будут общественные организации, неправительственные объединения и политические партии. Иметь право голоса они не будут, но смогут следить за объективностью процесса. Основные изменения у нас появились, что раньше мы выдавали паспорта готовности энергопередающим организациям, имеющим в своем составе электрические сети напряжением 35 кВт и ниже, а также энергопроизводящим организациям с установленной электрической мощностью 5 мегаватт и ниже. Теперь к нам добавили, что энергопроизводящие организации, использующие возобновляемые источники энергии с установленной электрической мощностью 35 мегаватт и ниже, получают паспорт готовности в территориальных подразделениях комитетантов на энергетическом надзоре контроля. Сроки оказания государственной услуги теперь это составляет 15 рабочих дней. Итог, прием осуществляется через портал электронного правительства ЕГОФ.